Доброго времени суток, дорогие друзья! Вот вы и дождались ролик по 60 секунд. Сегодня я захотел выполнить задание «Один в убежище», в котором всего-навсего нужно защитить убежище 30 дней с помощью Тимми. Надеюсь, у меня это получится. Ты на канале Яни Красный. Погнали! День первый. Тимми, Тимми, ты всё так же пялишься в одну точку. Так, стоп. Кажется, я раскрыл его секрет. Вот стопудов он разговаривает с Господом. Думаю, здесь мы и останемся. Присядь, сынок. Мне привиделась судьба нашего великого народа. Понял, Тимми, ты сгниёшь в этом бункере. Ну, ладно, мы постараемся, чтобы этого не произошло. А поможет нам в этом три бутылки воды, одна банка супа, противогаз, средства от насекомых, ружьё, радио и, наконец-таки, сам Тимми. Да-да, не смотри, так тоже будешь помогать. В общем, инвентаризацию провели, можно и поспать. День второй. Тимми немного грустил, что его бросили родители, но они хотя бы оставили ему еды. Какая-то банда ломится внутрь бункера. Щам их свинцом, бля. День третий. Да, Тимми, ружьё тебе давать точно нельзя. Ну вот как его можно было так раздраконить? Всё, Тимми, ты наказан сегодня без еды и воды. Какой-то странный запах пошёл из стены, когда выпал один из кирпичей. Я думаю, кирпичи просто так не выпадают. Поэтому лучше не будем проверять, что там находится. День четвёртый. Так, всё нормально, Тимми, мы ещё живы. Осталось 26 дней. Тимми, я понимаю, что ты нашёл потайную комнату в этом бункере, но без фонарика ты туда точно не пойдёшь. День пятый. Меньше знаешь, крепче спишь. Вот именно, Тимми. Хотя, наверняка там было что-то полезное. Бандиты обещали выжечь нас огнём. Сейчас мы им устроим. День шестой. Использовали весь деклофос. Ну ладно, зато отбились. В остальном день прошёл довольно тихо. Грабители отходят от моих закидонов, а мама с папой так и не вернулись. День восьмой. Тимми от скуки рисует наскальные надписи. Ну, нужно же как-то развиваться юному дарованию. И покушать ему надо, а то дрысля-дрыслёй. Выглянув из бункера, Тимми нашёл какую-то дофига завёрнутую коробку. Это мама меня заставила. Ненавижу тебя. Постарайся не сдохнуть. Это была Мэри Джейн. Я узнал её по почерку. Поэтому откроем коробку. День девятый. Вот это я понимаю, подгончик от мамули. Целый чемодан. Правда пустой. Тимми хочет пить. Дадим ему воды. Тимми всегда думал, что его жизнь могла бы быть намного лучше. Ну, что есть, то есть. Выбирать не приходится. День десятый. Начался он с обеда Тимми. Томатный суп – лучший суп на свете. Снова пришли бандиты. Снаружи жуткий холод. Поэтому нужно постараться так, чтобы он сыграл нам на руку. Эх, жалко мне двух бутылок воды, но ничего не поделаешь. День одиннадцатый. Тимми справился с бандитами, но впереди ещё девятнадцать дней. А воды и еды совсем не осталось. Ну, разве что на пару раз. Но тут другая беда. Я не знаю, кто строил этот бункер. Но зелёной жидкостью из потолка капать уж точно не должно. Что ж, чемодан не подойдёт, а вот противогаз должен спасти. Поэтому, недолго думая, используем его. На двенадцатый день Тимми снова обнаружил какую-то посылку возле бункера с запиской. Теперь ты за главного, сынок. По скриптум папа. День тринадцатый. Хм, аптечка. Неплохой подгончик, батя. К Тимми в дверь бункера начал кто-то стучаться. Причём, довольно настойчиво. Что ж, я надеюсь, это не бандиты, а то будет довольно обидно. Ну ладно, давайте откроем. Вдруг это предки пришли пораньше? День четырнадцатый. Увы, это были не родители, а группа чуваков в противогазах. Они любезно предложили нам две бутылки воды. Хм, она нам как раз и нужна. А ещё Тимми заболел, и у него поднялась температура, и он вдруг захотел послушать радио. Угу, сейчас, чтоб ты его сломал, что ли? День пятнадцатый. О боже, Тимми, ты оказывается кровожадный. Не хотел бы я быть его плюшевой игрушкой, и хорошо, что родители у него топор отобрали. А то я не знаю, кому помощь понадобилась бы больше. Вы только посмотрите, что он с Мишкой сделал. Вечером бандиты снова решили напасть. Но Тимми знал, что один из них будет босой, и придумал маленькую хитрость. Утром шестнадцатого дня Тимми снова понял, что отбился от бандитов. Правда, мы потеряли шашки, но не суть, главное выжить. Еды почти не осталось, но вечером пришёл торговец, который спас нас. За наш противогаз он предложил нам две банки супа. То, что надо. Во всяком случае, до тридцати дней мы точно проживём. День семнадцатый. Сделка с торговцем прошла успешно, и он, и я довольны. Ну что ж, наконец-то можно перекусить без загрузения совести, что не хватит продуктов. И ночью Тимми понял, что у него началась бессонница. Так как он и так больной и сумасшедший, то я не вижу смысла давать ему аптечку. Лучше используем её на нём без ивента. День девятнадцатый. Мы использовали на Тимми аптечку, поэтому ему немного лучше. Правда, сумасшествие всё равно осталось. На двадцать первый день грабители снова напали. Мы положили снаружи чемодан, набитый камнями и пустыми банками. Привязали к нему верёвку и превратили в ловушку. Разумеется, тупые грабители в неё попались. День двадцать второй. Фух, осталось совсем немного, всего восемь дней продержаться. Тимми, не вздумая слететь с катушек. На двадцать третий день нам снова пришёл подгон, только уже от мамы. Прислала она патроны. Пришло время обеда, в принципе, экономить уже незачем. А вот в странный люк, который нашёл Тимми, мы снова не попадаем. День двадцать четвёртый. Тимми решил сделать себе афро-стрижку. А вечером пришла охотница и попросила у нас патроны. Что ж, давайте дадим, вдруг защитит нас. День двадцать пятый. Снова напали бандиты. Давайте сделаем вид, что мы здесь не одни. На двадцать шестой день нам попытались продать государственные знания. Нет, спасибо, мы на такую хрень больше не повидёмся. Двадцать седьмой день Тимми решил повспоминать родственников. Где-то была фотография, но нам на неё насрать. День двадцать девятый. Неутомимые бандиты снова наступают, подумал Тимми. Теперь отбиваться было нечем. Что ж, надеюсь, они нас пощадят. Теперь они настроены серьёзно и уж точно прорвут наш бункер. Хотя подождите, тридцать дней мы прожили. И где наши фанфары, где наши подарки? Это что, всё блеф был? Конец. Ну ладно, давай посмотрим концовку. Хе-хей, вся семья в сборе и успешно отбила меня от бандитов. Надеюсь, блинчик понаткусывал им сраки. Ну а на этом, дорогие друзья, наш пасхальный ролик подходит к концу. Всех с Пасхой, друзья. А теперь поставь этому видео лайк. Оставь комментарий и подпишись на канал. С вами был я, Ани Красный. Ещё услышимся.